Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел очень интересный вопрос на тему «Космос и православие». Тут целый блок вопросов. «Возможно ли проведение литургии в невесомости, в космосе, на космической станции? Возможно ли построение храма на Луне и проведение там литургии? Какие могут быть в этом ограничения?» И следующий вопрос, который мы рассмотрим в процессе ответов. «Я не вижу никаких препятствий проведения литургии в космосе. Всякое дыхание дохватит Господа. Господь сотворил и космос, и невесомость, и гравитацию, и нас с вами, жителей космоса. Космос — это порядок. Все, что в порядке, все, что организовано, все можно использовать для прославления Господа Бога. Единственный вопрос с гравитацией, потому что, конечно, совершить литургию таким образом, как мы совершаем ее в условиях земного притяжения, не получится никак. Как ты будешь наливать перед литургией в чашу вино? Как ты будешь святой хлеб разрезать? Все же разлетится все эти крошечки, а как причащаться? Не в тюбиках же кровь Христова благословлять. Опять же, туда же налить вино для совершения таинства надо все равно в условиях гравитации. Поэтому вполне возможно совершить ее на Луне, на космической станции, в модуле к Новороссийской космической станции, где, возможно, было бы проведение литургию. Но там не должно быть невесомости. Я не знаю, возможно ли это технически. Я не астрофизик. Ну, то, что показывают в наших фантастических фильмах про космос, про будущее, про корабли, пороздящие Вселенную на гиперзвуковой скорости или какая она там, даже не звуковая, сколько там парсеков. Вроде бы ходят своими ножками, какая-то гравитация внутренняя создается на всех этих базах и станциях. Поэтому, если сможем это осуществить, то, пожалуйста, на Луне, на отдельном модуле к МКС, на Марсе, где угодно, была бы только возможность. Вот прихожан только где найти. Ну, ладно, космонавты будут прихожанами. А служить кто будет? Ну, должен быть рукоположенный священник. Еще вопрос. А канонической территорией какой церкви будет? Луна или Марс? Это тоже вопрос. Если священник будет Московского Патриархата, тогда надо будет рукоположить или поставить епископа всея Луны, Марса и прочих галактических республик. Я не шучу. Я даже раздумываю над этим. Но священник должен быть еще в невероятно хорошей физической форме. Потому что, так или иначе, его надо туда отправить через все эти перегрузки, через все эти нагрузки, долго готовить к полету в космос. Мы и так не особо привыкли к тяжелой физической нагрузке, а только к перегрузкам. Это долгий путь, непростой. Опять же, будет священник один или несколько, командирован надолго или навсегда. Тогда это должен быть монах. И вообще это смертельно опасно. Хотя там собираются Марс колонизировать в ближайшем будущем. Но когда это будет? Ну, можно, наверное, уже потихонечку готовить духовенство к окормлению колонизаторов Марса. Или Луны. Что там нас ждет в ближайшем будущем. Или не в очень ближайшем. Но морально к этому можно готовиться. Уже какие-то документы готовить. Может быть, есть священники из бывших военных летчиков или гражданских, которые крепки и даже умеют как-то управлять. С сложными летающими механизмами. Какое-то легчайшее облачение продумать. То, чтобы не было большого перегруза для всех грузовых кораблей. Опять же, вещество должно быть принесено для служения литургии. Вино и хлеб, просфоры. Наверное, когда-нибудь нас это ждет. Особенно, если речь идет не о долгих командировках. Пусть даже полугодичных. Но все равно командировках. О настоящей колонизации. Когда человек переезжает на иные планеты. При этом, будучи христианином, без причастия жизни своей не мыслит. Ну, гравитация, друзья мои. Гравитация. В любом случае, в этом храме, в кафедральном соборе, Лунограда, должна быть сила притяжения. Безоговорочно. Дальше вот спрашивают. Как могло бы выглядеть православие в космической эпохе? Ну, соответствие со всеми сложностями нового порядка жизни. Нравственные ориентиры всегда остаются одинаковыми. Вдали от земли Слово Божие остается всегда живым, обоюдоострым. Исполнение заповеди, как на земле и над землей, всегда остается центром жизни христианина. Христос остается центром жизни христианина. Еще последний вопрос. Крестный ход в открытом космосе мог бы быть возможен? Ну, ход как-то очень вряд ли. С хоругами, с святой водой. В невесомости это все сразу улетит. Вся эта водица. И почем ходить? По отношению к чему должен быть низ или верх? И как ходить? Не будучи привязан к чему-нибудь, ты просто улетишь в открытый космос со всеми каплями святой воды. Вслед за крапилом. Наверное, не получится. А если будет построен какой-то храмовый модуль на Луне? Ну, наверное, можно. Только у крестного хода есть один смысл. Мы тем самым проповедуем силу, красоту православия. Мы говорим о себе, что вот мы, вот наша вера, она радостная. Вот наша святыня, вот наши иконы, вот наше писание, вот наша молитва. А в космосе-то кому проповедовать? Ну, разве что будет какая-то другая разумная форма жизни, и необходимо будет осуществлять какую-нибудь миссионерскую деятельность среди инопланетян, тогда крестный ход уместен, конечно. Ну, вот точно не на Луне и не на Марсе. И уж, как мне кажется, даже не в этом тысячелетии, и учитывая, как человечество сейчас живет, мне кажется, что в следующем тысячелетии может и не наступить. Мне кажется, страшный суд произойдет намного быстрее, нежели мы сможем путешествовать в другие галактики и находить там какую-нибудь разумную жизнь. В церкви нет, этот вопрос не догматизирован, есть ли жизнь на Марсе или нет. Даже святые отцы говорили, ну, даже если есть, ну, и хорошо, а нет, ну, и тоже хорошо. Нас тот вопрос как-то не сильно волнует и на нашу веру никак не повлияет. Ну, а вопрос, можно ли будет перевести ко Христу иных существ, остается открытым. Опять же, почему их должны мыслить антропоморфными? Они могут быть нематериальными и общение между ними может быть совершенно не с помощью звуков. Есть на чем поразмыслить. Как бы там ни было, сколько бы лет, тысячелетий не существовала православная церковь, она всегда будет использовать и слушать призыв Христа. Идите, научите вся языцы, научая соблюдать все, что я заповедовал вам. Так что вообще все эти праздные разговоры, они совершенно бессмысленны, потому что они в разряде языком почесать о том, что может никогда и не случиться. Все-таки православный христианин, тот всю эту чепуху не слушает, а задает конкретные вопросы о конкретной жизненной ситуации, которая складывается здесь и сейчас. Поэтому вся такая лирика, а поговорить, но если когда-нибудь на Марсе или Луне будет много-много людей, вопрос их о кормлении станет остро, и может быть кто-то будет говорить. А помните, священник Владислав полторы тысячи лет назад на портале «Экзигет» говорил, что все, можно и храм построить, и епископа рукоположить, и священников отправить. Прозорливый был батюшка, назовем какую-нибудь улицу в честь его. Так что, может быть, я и не зря всю эту чепуху говорю. Храните веру православную, друзья мои, в ней же наше утверждение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.